привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга мы с вами во втором талосе грандиозная локация под названием рукотворные холмы да уж чего чего но рукотворство тут прямо скажем не проглядеть итак давайте мы посмотрим побегаем и начнем наверное и начнем тут у нас стоит воспоминание здравствуй байрон чем могу помочь корнели не знаю сумел ли я достучаться до афины в этом городе все идет не так как должно ей нужно что-то с этим делать неужели а кого еще послушают люди ну я не знаю что насчет тебя корнели я исследователя не лидер я не умею никого убеждаешь и что стану думаешь мы софины чем-то от себя отличаются вайрон мы просто люди вы не умеет себя просто немного старше интересный разговор корнели с барином вален слушать это это знаете такой сказать и тут остапа понесло когда ты знаешь что все можно нету пределов нету никаких затруднений и ты можешь все и ты начинаешь творится такое вот безумие просто безумие почему еще не больше почему вообще не сотворить целую отдельную планету но на то похоже да ну ладно хорош носиться и я думаю что мы еще тут посмотрим и будем удивляться не раз но мне уже даже интересно какие тут есть загадки наверняка будет какая-то новая механика так думаю да да это все-таки не его это эвкалипта вместе с березками да причем березки явно засохли да березкам тут будет плохо вместе с эвкалиптами очень прям плохо вот плохо вот так вот плохо и так первая загадка господи это руки это пальцы рука а черт как-то даже про не хочется туда заходить универсальная активация так и что активатор у него есть какой-то радиус что это кстати я видела такую штуку мы видели в лабораториях я тогда испугалась страшно мне показалось что она что это радиус взрыва но нет это не радиус взрыва какой-то другой радиус что он делает а он открыл так слушать это что-то мега новая я вообще никс фирштейн что он делает такая это красный да значит себя надо запитывать от красного она дверь тебе мешает так тогда смотри а слушай так это такая штука которая типа все открывает да вот она показывает что может открыть дверь но ее надо при этом запитать на расстоянии я могу могу а хорошо тогда мы что делаем ой и значит ты можешь подпитаться от этого я так понимаю нет она не выбирает этот активатор но она при этом подпитывается так подожди но раз ты эту дверь открыла и раз ты уже запиталась что мы можем взять себя я правильно понимаю а ну в принципе да чего это я я просто несколько так сказать пока хочу поблагодарить вас за проделанную работу говорят только трасс я понимаю что я неприятно не прирождена лидер как барин он для меня многое это значит что вы остались со мной на острове как раз ты чё с нами прощаешься так вот да слушай механики прям обалденная таких не встречала и наверно буду сейчас путаться я наверно зря то что то еще если это все рукотворный остров то вряд ли тут будут артефакты человеческой цивилизации мне так кажется что их тут не будет так одна есть ну ладно пошли дальше значит двойка где-то там да миранда или кто бы то ни было кто делал эту стацию статую явно не с долотом в руках вы это делали так двойка нам туда да пойдем это больше похоже на какую-то цементную отливку что ли привет только от 1 на чего как тебе тут все безумие это просто безумие это не искусство это не градостроительство это безумие когда робот слетел с катушек и начал творить смотри на это ух 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 да выглядит грандиозно но я говорю но безумно можно было здесь обойти подожди а какая есть разница между тем и этим я здесь уже бегала все-таки пытаясь что-то найти наверно зря пойдем пойдем во вторую загадку причем это все люди они роботы изобрет изображены изображены именно люди может быть это так сказать а это дань видение творца человек является творцом для для наших этих роботов скорее всего да цепная реакция офигеть она снимает даже решетку так сейчас подожди мне это тоже нужен да а потом мне надо сюда хорошо то есть чтобы опустить решеточку мне достаточно даже вот так вот себя цепануть а это мы сейчас подожди а ты должен быть в этой самой до кругу для этого одной ногой да нет кучусь не хватает слушай подожди а внешне обязательно давай я тебя вот сюда поставлю от себя от себя все равно не хватает чтоб тебя хватило мне надо чтоб круг этого дотянулся сюда как-то ладно попробуем хотя мне кажется что нет только кукку кохе это и так и а что об этом я что Достаточно цепануть самый краешек. Так, безумцы. Давай тогда сюда. Это мы тогда ставим. А почему-то не отпустил мне эту штуку. Подожди. А почему-то мне ее не опустил. В смысле? А, или подожди. А, я же тебя могу подпитать от этого, да? Нет? Хорошо, давайте подпитаю от этого. И почему-то не опустил эту решетку. Или она не опускается. Это все очень странно. Ладно. Но тогда вот этот вот я могу забрать, в принципе, да? А, так-то просто не опускающаяся решетка. Это не то, что мы прям все стены сносим. Ох, ну хоть здесь немножко успокаивает. А то странная очень технология. Ну, якут, что скажешь? Ты впечатлен? 1К, а ты как? Гигантские статуи жуткие или вдохновляющие? Как ты думаешь? Сразу все. А ты как думаешь? Жуткие, вдохновляющие. Я считаю, что они жуткие. Все дело в лицах, да? Человеческие лица выглядят зловещими. Может, это местечко стоит назвать зловещей долины? Нет, дело не в лицах, дело в размерах. Игут. На самом деле. Антропоз. Премпемпемпемпемпемпемпемпемпемпемпемпем. Опять? Да, хек. Тот самый хек. Хекс. Текст. Я вычитала наконец-то. Вернее, не вычитала, знала, но я просто не помнила именно, как он называется. Вот он то ли хекс, то ли, короче, что-то связанное с хеком. Безумие времени. О, да. 42 сказки. Афанасий 121. Само время разгневалась Настратана из Стагира. Ведь старый философ задавал слишком много запрещенных вопросов. Если человек есть лишь прах, сказала она, Тогда я обращу тебя в прах и ветра мои разнесут тебя по уголкам этого мира. И станешь ты ничем, и вопросы твои перестанут меня беспокоить. И поступило так время, и Стратан из Стагира стал ничем, но голос Стратана не утих, что озадачило время. Искала она Стратана по всем своим владениям, но нигде не нашло, остались лишь его книги, и люди изготовили их копии. Голос Стратана зазвучал еще громче, и тогда разгневалось время сильнее, но Стратан лишь смеялся, 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 смеялся. От Митку. Вспомнился анекдот про смеялся. Ну ладно, анекдот это тут совершенно ни к чему. Дорогая Афина, пишет Митку, Байрон как-то спросил меня, почему мы не видим Дамбу. Я спросила, что он имеет в виду, и он сказал, что люди не могут по-настоящему понять Дамбу как объект. Их может растрогать вид горы или ущелья, но плотина кажется им незначительной. Посмотри на нее, сказал он мне. Просто посмотри на нее и попытайся понять, что ее сделали люди. Попытайся увидеть ее по-настоящему. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что он имел в виду. Требуется сознательное усилие, чтобы открыть разум вдохновляющей красоте, скрытой в каждом человеческом достижении, и дальнейшее осознание усилия для поддержания этой способности. Если бы мы могли видеть эту красоту по-молчанию, мир мог бы быть совсем другим, но, похоже, у древних была та же проблема. Почему я пишу это тебе? Ведь ты, возможно, даже не читаешь эти сообщения. Потому что сегодня один из тех дней, когда мне кажется, что я единственная, кто все еще видит эту красоту. Я пытался поговорить об этом с Линеркс, но, хотя я восхищаюсь ее принципами, она не готова к более поэтическому взгляду. И, может, я просто коряво выразился, уж не знаю. Знаю только, что очень тяжело видеть что-то настолько красивое и не иметь возможности им поделиться. С уважением, Митку. Слушай, Митку, ты какой номер? Мне прям так даже интересно. Интересно про тебя стало. Вот, анекдот про смеющегося не Стратана, а Бога. Звучит так, что как там было это, господи? Бог сказал Адаму, что он найдет себе покладистую жену в каждом уголке земного шара. А потом он создал земной шар. И долго смеялся, смеялся, смеялся. Да. Дело в том, что я не умею рассказывать анекдоты. Мне сразу хочется объяснить их суть. А от этого анекдот становится. Престает быть анекдотом. Ну, это ж страшно, от него сейчас голова отвалится. Господи! Блин, слушайте, я не хочу даже исследовать этот остров. Хочу закончить с ним поскорее. Проходимость. О, проходимость. Так, ну что, проходимцы. Да, тебя надо подключить. А, ну ты даже если подключишь, это ты это не откроешь, да? Да, это он не откроет. Открыть он может только эту. А, подожди, а это ты откроешь? нет, тут нужен бур. Бур у нас остается. ну подожди, если эта штука открывает нам все, то почему она не открывает стену? Что за странности? А, я не люблю, не люблю я такого, когда принципы не соблюдаются. Там лестница с двух сторон, да? А, я поняла. Почему с двух сторон? Иди сюда. с двух сторон. для того, чтобы открыть дверь и утащить отсюда бур. А, причем этот, эта штука мы не откроем, да? Не вытащим, вернее, хотя можно вытащим. Ну, что вытащим, если сделаем это? что тебе мешает? Если сделаем это так, как? Тихо. Чё-то не хватает, да? Ой. Ты не зря сделала. Точно больше ничего не было? Ну, я тогда не знаю, если его нельзя подключать друг к другу, то этого крайне недостаточно. А-а-а, подожди. Вот так. Я, по-моему, не вижу какого-то... Я чего-то не вижу. Вот. Чё-то эти загадки мне совсем не нравятся. Вообще, вот, ни разу. Я должен признать, виды просто поразительные. Но что, скажите на милость, с этим делать? Почему горы не могут остаться горами? Потому что мы можем оставить их не горами. Вот почему. Потому что так захотелось. Кто бы это не сотворил. Не знаю, Афина? Вряд ли. Скорее всего, это всё Миранда. Просто потому что могу. Вот взял и сделал. О! Здравствуй, лучик. Здравствуй, лучик. Сюда ты идешь, да? Значит ли это, что где-то тут у нас стоит звезда? Что она хочет? Она хочет подсоединения. Она хочет подсоединения. М? Ой-ой-ой-ой. Рискую, 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 рискую свалиться. Ладно, как я и говорю, не буду ничего тут искать. Здесь не нравится мне эта локация. Вот вообще ни разу. Вообще никак. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Даже исследовать нет никакого желания. Конечно, закоулочки интересно, но они... Всё, я спрятался в пещерке. Помогите. Это страшные скульптуры. Интересно. Слушай, а вот там, кстати, сюда очевидно луч, да? И звезда должна быть у нас зеленая, да? Насколько я поняла. Ну, это было довольно любопытно сделано с рукой. Это что это тут за загашник тайны? Теперь загадки будут заключаться в том, что просто тырить по углам. Эти самые инструменты спрятать. О! Мы всё-таки нашли что-то. Стилизированный старинный автомобиль. В дизайне этого древнего автомобиля прослеживается более стильная эстетика, чем в большинстве других артефактов данного типа. Что позволяет предположить, что в какой-то момент древней истории к дизайну транспорта подходили иначе. Ещё как? Ещё как иначе? Так. Ну ладно. Так, четвёртая загадочка. Перевозка. Так, где там был затыренный артефакт и как до него... Было добраться. Ну-ка. Сейчас я посмотрю, как далеко это поле, благо его видно, проходит. Слушай, ну ведь эта штука здесь и это бур, кстати. Может быть она вообще не для этой загадки тут? А? Может быть она тут для того, чтобы мы вынесли сюда деактиватор? Каким-то образом. Так, а у меня есть... Сейчас, подожди. Подожди, судя по вот этой штуке, по вот этой здесь должен быть коннектор. Не так ли? Я его не вижу. Ой, отстань. А, нет, да. Вот коннектор. Да-да-да-да-да. И скажите на милость, как я это сделаю? А, деактиватор через окошко, да? А как я тут пройду? А, всё ясно. Всё ясно, всё ясно, всё ясно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. 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 Нет. 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 Очевидно, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. да его должна эта штука туда провести на связи то сохрани придется мне ждать когда он сюда доедет я надеюсь он сюда доедет и меня тут и запрет за решеткой да ну нет да вы издеваетесь где но все же так или что или как иначе никак почему я не могу запрыгнуть туда ну вот в чем дело то а я знаю в чем делаем скорее всего я знаю в чем дело скорее всего я знаю в чем дело мне все таки надо снять этот дурацкий деактиватор суть в том что просто это какая-то как мне кажется не знаю вак или фичи так как говорится а его можно деактивировать а ну-ка вот оно что твою же дивизию да но деактиватор давай езжай куда хочешь мне надо вынести однозначно так у нас там предупреждение бенаро я так давай для начала исследования посмотрим что мы тут алькатрас эти статуи не кажутся особо счастливыми да они вообще они монстрозно и ужасно эти статуи напоминают мне атланта который держал на спине небесной сферы они кажутся обремененными борющимися с тяжестью мира учитывая что за чья говорила о цели может ли так быть что с их помощью она пытается донести до нас послание дескать что вместе с все теории нам достанется ношу которую возможно нам не по силам вынести вова 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 возможно как вова ва варианте итак предупреждение о боже я пыталась хранить смолчание в отношении развития города чтобы позволить младшим поколением самостоятельно выбирать свой стиль двенадцатая до бенаро я однако сейчас я обязана вмешаться поскольку мы достигли опасного преломного момента это нелепая реакционная вера в цель и ограничение наша популяция приведет к созданию классового общества основа для этого уже существует думаете лидеры различных псевдо секретных сообществ оказывающих влияние на мэра страдают от отключения электроэнергии как мы с вами думаете мэру придется волноваться сколько энергии он израсходовал общество не имеющие ресурсов могут быть с некой некоторой степени эгалитарными однако общество которое производит недостаточно ресурсов нас в нашем случае энергии неизбежно превратиться в классовая изучите историю бенаро это прямо умничка умничка у вас уже тут образовались класс если вы не заметили главная ошибка наших прародители заключается не в их влияние на экосистему которая была и пи феноменальна но в их неспособности отказаться от примитивного распределения ресурсов из-за чего судьба человечество оказалось руках ограничены группы или ты мы не избегаем это ошибки а делаем все чтобы ее повторить джереми уверяют себя план энергоснабжения распределение энергии действует на всех мы все в равных условиях загоран да я в целом это верю радамин я всегда уважала твою эрудицию бена роя и я всерьез обдумаю твои слова кто-то должен вести людей а кто-то должен быть ведомым это в порядке вещей и разумеется у позиции лидера должно быть свои преимущества чтобы поощрять остальных ой овис ты не прав словах бена роя есть правда подобного будущего мы должны избежать надо расти но не повторять ошибки прошло формируется классовое общество но чтобы избежать нужно отказаться от авторитетов не думаю что формируется класса должна быть равны так я не согласен с историческим анализом бенарои но есть правда в том что ограничение популяции приведет к несправедливому обществу овис прав может это не так уж плохо формируется классовое общество но мы можем остановить процесс не обращаясь к росту короче бенарои права подобного будущего мы должны избежать надо расти но не повторять ошибки прошлого поняли спасибо 1к приятно видеть что ценность свободы в новом мирусалиме еще не до конца забыта общество в условиях нехватки ресурсов теряет свободу только свободная цивилизация способна процветать молодец молодец небе нароя примут прям взрыт в корень слушайте хватит тут ездить вы мне действуйте на нервы и вообще мне очень не я думала что пятнашки самое худшее что может быть загадках нет оказывается есть еще уже так значит смотри заветная комната у нас здесь и в принципе в принципе мы можем и не вытаскивать и не вытаскивать этот деактиватор а мы можем вытащить сюда бог потому что можем да вот зачем нам бог чтобы пробурить ухо статуя не знаю поэтому знаете что давайте-ка я его вот здесь оставлю вращит мерзко около четвертой загадки да все запомнили если я забуду кричите мне где-то что-то нам надо будет бурить однозначно пошли дальше это понимаю 5 наверно пути ну да в того что у нас здесь сюда тоже ведет какая-то дорожка наверно это забытая загадка судя по всему да да это он на ладно не мы вернемся потом или сейчас ай идем сейчас не хочу бегать я понимаю что она будет сейчас сложнее два к трем окей предположим салютно бесполезные вещи прям вот бесполезнейшие я бы сказала ну давай я тут штука открыла а а а а стой подожди это тоже дверь открылась и замечательно мне придется сделать очевидно так тебя у меня а сюда то я не попаду вот понимаете дело в том что это не загадка а это в том что ты должен бегать и выбирать угол это не про загадку вообще ни разу этот про то с какого угла тебе выбрать какому углу тебе поставить эту самую фигню вот что обидно для того там еще инвертов так окей 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 вот он открыл две двери вот я и говорю что ни разу не загадка так а сюда нам надо красный конечно все забавно ну как а подожди даже если так а если я сейчас тебя сначала заведу а ну ты же не будешь поддерживать да как только я заберу ты нифига не будешь поддерживать ну афиг с тобой подожди вот а это должна увидеть его наверно туда как-то как-то должна на его увидеть ну конечно ну вот и все можно потрогаю мостовое устройство можно а стоит ли ладно белье с этими аппаратными работниками тут придется хватить лабораторию вижу и пятую загадку баланс баланс так что у нас есть где у нас источник зачем нам эти где у нас источник синего ну предположим зачем нам вентилятор да нам нужны кубики да нам да нам да нам да да зачем нам кубики нам нужны кубик и чтобы чтобы что закинуть их наверх и поставить вот эту наверх вот зачем нам все это надо да ну почему 2 так что с кнопкой войне так возможно не стоило разливать кофе на клавиатуру да anger араб араб второй раз так не получится до ну да ну да не я просто маясь дурью понятно что можно сделать совсем все по-другому сделать так взять эту штуку прыгнуть на прыгнуть и сказала на кубик подлететь и забрать а теперь мне каким-то образом надо притащить сюда вот эту вот штуку и похоже что кубик то мне там один не нужен никак нужен только один второй мне нужен здесь здесь и 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 Аааааа ну спасибо да это как раз то что мне было нужно что ты мне тут подлез вниз нет мне не это было нужно совсем не это мне это нужно вот для чего и и короче надо исхитриться чтобы этот кубик был подо мной это сделать и пока ума не приложу на разу а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мытарство по поводу выбора места. Корнелия и Афина создали нечто восхитительное. Вы только не поняли, что это. Им казалось, что их величайшее изобретение — мега-структура. Но это была Миранда. И из-за этого заблуждения они ее и потеряли. А почему ты так решил, что... Чему ты за них вообще решил? Только трасс. Потому что они знали. Откуда-то так? Откуда такие суждения вообще? Они считали мега-структуру. Ну, может быть, это из их же и разговоров. Но одно дело говорить, другое дело думать. Одинка мы обнаружили нечто поразительное в этой лаборатории, Зочи. Приходи, как только будет возможность. Спасибо, я как раз стою на пороге. Что-то что-то такое. Да, слушайте, все глубже и глубже. Ой-ой-ой, все глубже и глубже. Подожди. Стой там. Стой там, никуда не уходи. Угу. Вообще, нету ни одного... Да? Это очень странно. Ни одного терминала. Странно. А зачем тогда все это? Ладно. Для достоверности. В чем дело? Одинка, хорошо, что ты тут. Мы кое-что нашли. Работающий сомнодром. Похоже, Зочи усовершенствовала его дизайн. Уверен, ты заметил, что мои советники, и Рент в частности, подняли шумиху из-за потенциала этого устройства. Якобы она способна наладить связь между сознанием и бессознанием. Как будто мы узнаем что-то новое. Возможно, Рент вправ? Думаешь? Я вот сомневаюсь. Я считаю, Зочи уже научила нас всему, что было необходимо. Вот это ретроград. Мне кажется, ни сомнандром, ни мегаструктура не могут предложить нам ничего, кроме урока о вреде высокомерия. Итак, что с ним делать? Я собираюсь подключиться и выяснить самостоятельно. Думаю, лучше оставить все в покое. Нет. Я думал, правительство захочет похоронить эту штуку. Оно, конечно, захочет похоронить. Я собираюсь подключиться. Я прослежу, чтобы у тебя не было перегрузки. Интересно, каким образом ты это сделаешь? Каким образом ты это сделаешь? Ты нашел, где у него есть штепсель в розетку? Германубис. Меня не выпустят, пока я не подключусь, да? У меня дела не выпустят. Я думала, что там можно что-то почитать. Она очевидна, нет. Это что? Давай-ка мы сначала здесь почитаем, что у нас тут. И вообще, друзья, мы все это с вами сделаем уже, наверное, в следующей серии. Дело ответственное. Так что увидимся и посмотрим, что получим мы перегрузку или не получим. Ну а всем, кто посмотрел эту серию, огромнейшее спасибо, как всегда. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.